пошла запись на это с фотоаппарата на страховке и так давайте знакомиться омска область больше не было возможности не получатка сейчас и сейчас такие я значит изучал только из youtube из роликов разных и вот как-то наткнулся на ваши ролики и это очень сильно заинтересовало я решил по вашему методу по вашей методике во-первых создать сад такой потому что я ради фруктов готов уехать на юг яблочек больше у нас как бы ничего не росло оказывается я заблуждался если получится получится мне все-таки создать то что я вижу в вашем саду то и надо бы сейчас пойдет куда-то ехать в теплые края вот но смотрите я с вашими каталогами ознакомился посмотрел начнем с того вот смотрите с литературы мне интересно я посмотрел там да много дисков книг ну вот я отобрал три книги ну и хотел с вами вообще переговорить там они не переплетаются темы знаете бывает тот из-за один человек несколько книг создают и начинаешь читать и там в принципе 80 процентов повторяется информации и от нее раз смотришь сам всю книгу прочитал практически все то же самое но там чуть-чуть буквально какие-то дополнения ну или бывает чек первую книгу там а потом через три года следующие издание идет у него потом следующие и нету смысла покупать первое да издание лучше последнее купить и там уже все включено и все там ну какие-то новинки все что есть вот я и хотел у вас вот видите там северный сад потом записки зачарованного садовода сибирского да и садоводства вот три книги ну северный сад вы сказали только в электронной форме к сожалению ну ладно в электронной вот эти две я хотел бы бумажно на бумажном носиле то есть книги взять и вот это первый у меня вопрос стоит все три взять или допустим достаточно будет садоводства чтобы познать вообще вот эти как сказать основы принципы как это все работает как с холодом с климатом как садить лучше как прививать ну где это больше решили раскрыто хорошо сейчас я вам отвечу на вопрос может получиться даже не один на два фильма я больше 20 минут не снимаю люди начинают засыпать смотрите вот пошли книги на экране потом увидите а ну вы представляете в чем речь идет значит бумажных книг было четыре первая из них самая первая из них рабочий материал это книга умный сад перекрытий климат это мое совместное творение с курдюмом так вот так вот значит она была продана вся вторая книга северный сад тоже была бумажная продана вся так вот они перекликаются только эти две первое назовем их номер один книга назовем номер два эти перекликаются а две последних книг они есть обе бумажные рекомендую так они не перекликаются и так и так и так зато кому все-таки захочется а вы понимаете перекликаются но как первая книга совместная она я его называю самая первая это книга с курдюмом так вот я его знаете как называю компромиссная приходилось идти на компромисс иначе она вообще бы не родилась а вторая книга но она только в электронном варианте осталось северный сад она бескомпромиссная поэтому по хорошему это как бы идет эволюция что ли но и все равно бумажных нет ни первой ни второй зато есть бумажные трети записки здесь две нобельские премии так но они не скучные они рассчитаны на простых людей потому что ученые никогда не поймут то что здесь вот поверьте не просто не поймут потому что это то же самое что ну как сказать прийти в эту церковь и доказывать священнику что бога нет у нас поймет так и тут у них своя вера ученых у них это не знание это вера вера что этого не может быть ну тогда я значит извините если я вас перебиваю я тогда правильно да я все-таки значит северный сад электронную закажу да и записки зачарованного и садоводство садоводство там дальше продолжим но я первые слова написал это понятно то есть две бумажные и северную то есть я думаю они будут полезны и вот я по журналу хотел у вас посетила символическая честно я был подарок родственникам у меня брали по 10 по 20 штук на 8 марта брали на 25 февраля на рождество брали потому что если больше трех рублей то я по четыре взял сам на дуба себе поизучал что посмотрел ну а три я бы вот товарищам родителям бы там одну подарил посмотрел чтобы тоже посмотрели я думаю что потом социала такая как бы нормальная там тоже будет информация такая сжатая и отборная как говорится вот все по книгам я понял тогда я когда буду вам составлять заказ я уже но имею понимание я напишу вот теперь смотрите поделиться там не сильно большой такая большая площадь хотелось бы но я вот для начала начал вы знаете хотел бы иметь три абрикоса там два персика я вот по расположению смотрю вот две сливы и грушу взял у вас черешни пока по временем я понял вы просаживаться нет я вот смотрите как то вы больше склоняйтесь все-таки косточек косточки я что-то ничего не склоняюсь 10 готовы сажаться это к сергею татьяне к моим детям но у них они закончились поэтому выбора просто нет или берете садите косточками причем я это проходил пришлите мне три косточки мне хватит трех деревьев хотите иметь три взрослых абрикосов берите 30 костек 50 что лишнее продадите да да я понял я прочитал внимательно вот это я просто смотрите я бы конечно была моя воля была бы позволяла быть территории я буду прям насадил их вообще разных видов там стук 10-15 прям с удовольствием да но так как я они много-то я пригороде живу земля вы знаете дорогая я ограничен территории ну вот я бы хотел три абрикоса и вот смотрите самое главное я хочу вас конечно фотографии красивые там название все но я не пробовал их по вкусу нет ну вот ни одного из вашего сада да я не я поэтому здесь вот хочу полного положиться но как бы что вы порекомендуете но какие требования ну само собой самые вкусные да чтобы быть там сладкий и вот в частности абрикосы я смотрю у вас есть сверх ранние там какие-то вот есть на фотографиях да а есть поздние там название сейчас я вас перебью знаете почему вы будете мечтать говорить говорить во первых все равно 33 абрикоса еще раз меньше 30 костек не берите год потеряете лучше потом раздайте этим же вы упомянули друзей родню лучше раздайте раз теперь дело в чем я вот сейчас возьму из как говорил райкин из принципа из принципа вот они вот они фотографии сейчас вот так вот все это вранье чистое говорю на весь на весь мир это все чистое вранье вы видите на фотографии написано мор роскошнейшее дерево бы рекордный урожай 30 ветер с дерева причем плоды не мельчают вот но дело-то в том что косточку с него взять он же не повторится потому что у него отец есть вы попробуйте вы хотите допустим и как арийская раса все хотели иметь детей блондинов а черта зла получались те же самые полуеврейские дети черные понимаете это извините они про политику я это это селекция пробовали ли селекцию проводить ну и где это белая белая раса а походите по америке ой по по германии так и тут с одному все то же самое у них есть отцы в один год сильно сладкий другой а когда с костями другой уже нет и сладости и наоборот в этом был кислый стал сладкий я уже про это десятки фильмов снял то есть получается фактически я вас обманываю на картинке поэтому принцип один бери больше кидай дальше то есть бери больше сади больше вот тогда что-то будет даже самое роскошное вот сейчас возьму эх мне здесь нельзя показывать вам знаете почему потому что там много разных паролей адресов я вам показал такие фотографии я специально их тут не показываю ну чтобы ну человек увидит огромные плоды небольшие нет а огромные а потом у него получится два раза меньше представляете как это одно и тоже вот вы посадили так например посадили и что вы имеете значит растет дерево она сама по себе может особенно скромные сорта я делю на скромные не скромные скромные сорта у них это сыновья манджурцы это сам манджурец это те которые 40 50 лет в местах там бай допустим сорт такой амур вот так вот они им пофигу им не надо их прививать они вот растет только что мы не знаем какие плоды будут допустим обаят 70 60-70 грамм а плоды могут 30-40 но все равно плоды все равно это вкус они не теряют понимаете но дело-то в другом значит хотите ли вы прививать или не хотите прививать например вы посадили манджурцы сыновей манджурцы они дадут плоды довольно неплохие скажем вот не такие вот как тут на случайно на экране показалось неплохие 20 30 грамм бывает и до 40 грамм вот как повезет и тогда получается вы уже имеете например только их купили например 40 штук это мой минимум потому что умножаем на 25 а 1000 это минимум иначе я не палец о палец не ударю так вот 40 штук вы потом 30 пошло в рост 20 дошли до плодоношения у вас это объедитесь ими не будете знать куда девать или зачем доводить половину до плодоношения вы их на сейчас если год у меня купите черенки привьете и будет у вас то что сейчас вот на этой же картинке это же в моем саду сделано это моя рука это не эти самые не мошенники с интернета которые у это сотни мои фотографии украли ну а вообще вот вы мне задали вы будете привать или так хотите а что лучше лучше вот мне вот такой вопрос лучше прививать то есть нет надо иметь сад как у меня смешанный что такое смешанный сад вот я сейчас хоть и мне который раз показываю вот это вот мой сайт вот это фотогалерея да вот она одна на всю планету такая вот серьезно не шучу потому что одно из качеств моих гибридов это морозостойкость то вот она допустим эта галерея примеру так вот значит тоже рядом вот такое растет чудо они мелкие были вот я показываю в этом году мелкие были 60 грамм стыдно показывать а вот допустим рядышком растут вот такие вот а почему ножа и те и те а вы знаете что такое страховой фонд а если минус 50 а вы будете прививать второй этап прививка оплевать и плохо допустим прививка не 100 процентов срослась она 80 процентов и уже 45 не выдержит 34 выдержит а 45 не выдержит и вот тогда получается следующее у вас будет вот пару картинок показываю да у вас будет вот этого добра как у меня вот под этим деревом было 30 ведер но мелкий вот зато будут а крупная чуть что не так не пошло супер мороз один за 100 лет а в этом году самый сильный мороз за 100 лет а его это будет 50 кто гарантирован от этого ну кто и те и те значит корни собственные они могут быть и скромные но за гарантированно они могут быть и роскошные то есть они могут получиться как вот у меня есть отдельная папка называется семечки косточки черенки и саженцы в чужих садах хотя слова чужое мне не нравится и вот они так чужих садах иногда показывает что у них из кости получается крупнее привитых же но это лотерея потому что мы не знаем кто папа вот самый дикий вот показываю оккультурился вот взял наглую почему рядом растет амур ступили половые связи и не потомстве а этот прямо сихо 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 сихоталинских горб он был абсолютно несъедобно он был желтый так невзрачный два раза меньше теперь смотрите на фотографии человека елена савинич которая как бы моя совесть все эти годы следил за всем этим вот так бывает то есть уже в это кошки посадил уже что то есть а потом часть приведете то есть варианты не 3 а 2 корни собственные часть на прививку вот два варианта конечно иметь такой роскошь как у меня вот такой вот вот я сам не верю сейчас ущипну себя у меня ранятки одни и потом смотрите вы упомянули кроме абрикосы еще кое-что например что именно так с вам повезло называется у меня вчера закончились черенки персиков сегодня закончились косточки персиков он прививается только на персиковое дерево то есть он не может нет нет в том то и дело первый этап это все в порядке только в другой раз вы постарайтесь не опоздать и так персики я приваю на мажорские абрикосы на китайские сливы причем не на все подряд а те которые я как бы предназначен для этого но они у них совместимость сто процентов и еще на волочку на волочку я не развивал эту тему потому что мне это хватало за хлопот вот я кстати на фотографии автор книг вот в книге да из этих книг три книги родилось руками вот этого человека на фотографии трансценко павел николаевич для меня молодой человек талантным необыкновенно нужен стране как этот самый как штучное изделие но к сожалению нужен но не нужен так вот он приехал из питера одно дело от моего имени писать книги редактор да а другое дело оказывается что у меня сад лучше чем любого питерца у любого это так слову увидел случайно фотографии ну тогда вот смотрите как мне поступить чтобы вот спустую не прошел чтобы порекомендуете сейчас сотню косточек этих самых причем не бойтесь вам все три надо вот продадите подарите сотню после чек сыновей манджурцы это от души говорю и хотя бы полсотни культурных десяток академиков лучше бы сотню то есть десять наименований супер сорта супер вот они на экране сейчас покажу это то чего еще вот выберу тебе ну как сказать хвастаться никто не мешает вот вот они супер сорта вот они они все украдены этими мошенниками все вот они супер сорта так вот значит на полный серьезно иначе не стоило разговор заводить кстати пошла последняя минута сейчас я это выключу и включу к эту камеру на фотоаппарате секунда пошла запись теперь продолжаю десять академиков десять фаин фаина мой личный клон который не клона этот гибрид вегетативный которого не может быть никогда фаина бай левицкий кланяюсь этому левицкому который это чудо создал практически по новой создал вот дальше значит рыжий дальше идет этот самый дар небес свирину спасибо царство небеса представляете я все помню не забыл всех кому обязан это вот еще еще пять пальцев 6 сотен таких сотен это самый минимум иначе не стоит начинать садить вы будете знаете как как помидоры что места не хватит две сотни помидор садят я знаю семью которая садила три тысячи помидор этих вот а вас будет 100 200 кустов или 50 плюс 50 или 100 плюс 100 да нет просто смотрите вы сказали что вот посадите там 10 косточек и вот которая самая большая самая крепкая вы к ней даже не подходите где можете убрать а это вот убрать понятие относительное если вы посадите допустим метр на полметра так помидорный вариант вот метр на полметра они мешают друг другу не будут один-два года так за это время пройдет 1-2 зимы результат налицо все слабое уйдет само у вас омск вы на целый градус севернее меня это означает что прошла естественно сертификация и не плачет если даже 3 замерзет то не но не но но в то же время не замерзнет это меня же будут слышать еще кто-то северный у меня же в омской области я живу на северной омской области вот и и что я могу ему пообещать север представляете на там чуть северный уже полярный круг идет так вот значит 50 50 или 100 плюс 100 в 1 2 год уже точно голова не болит если пошли ровненькими рядочками как у сергея железова если хотите покажу это дело например вот так это будет выглядеть вот если пойдет вот так сейчас я вам покажу ну например дольше долго не искать вот так вот с такой густотой вот у него 1000 штук растет и хоть бы один не взошел все зашли просматриваются рядочки если бы увидели я только одну меня таких фотографий много есть покруче просто искать не хочу так вот если так зайдет вы потом будете лучше звучит как правильно вы это заметили уже поняли остаются навсегда но саде но остается гуще допустим через полметра убрали через одну через две то есть пусть они растут через полметра через метр через два еще на год за это время вы же на второй год успеете привить а половину да они главное вас никто не это никто вас не осудит если у него будет расти и вырасти даже 20 граммовая у меня же жердель с украины 20 граммовая ведь победила в конкурсе зараза до это дегустации двенадцать против одного меня я за королевский они двенадцать за но можете представить с кислинкой а все сказали вкуснее то есть никто вас камень не бросит вот этот момент имейте ввиду и получается следующее получил и девать некуда через одну выкопали продали они другого не мешает если через между ними полметра 50 хотите я же еще не все показал пока одну фотографию показал а я вам сейчас покажу фотографию целого питомника сейчас сейчас у меня этого хватает а вот пока пока сразу я еще хотела вообще как вот рекомендуемое ну допустим дерево пошло да нормально начало играть вообще рекомендуемое расстояние потому что я вот тоже начал у себя и вот стараюсь три там четыре где-то метра не знаю на первом этапе как я два на два не бойтесь что густо будет пока он будет расти он уже будет тем более привиты они прививаешь задержка роста так они они уже такими огромными не вырастают они уже средние во вторых у вас будет свой материал у вас будут свои косточки у вас будет не только компот и соки варенье у вас будут свои косточки у вас свой материал я хочу чтобы в омске там я вам потом это могу дать данное матвеева и моя лучшая ученица и питомник у нее свой и сад у нее свои абрикосы там и волочные вишни хорошо пошли сливы китайские прекрасно пошли уссурийские сливы это отдельный разговор вы не первый человек уже 10 лет назад у меня прошел в школу в виде этого в виде семинара а когда у вас вообще вот созревает максимально я буду даже не поленился сентябрь в сентябре да да приехать попробовать вот приехать и там вот с нескольких деревьев я сразу говорю всем потому что люди все думают вот сейчас приеду к железу он накормит он его спать уложит нет дело в чем эти времена прошли я всем говорю значит сергей железов продает саженцы приезжайте за саженцами он и угостит я всегда рядом где-то с камерой я подскажу вы видели таких фильмов на на сотню как здрасте я железов а мы вот с омска и были с омска и не только с омска со всей страны вот приезжают и я рассказал они мне рассказывают обычно говорят нет нас них рена потом я их угощаю смотрю на их изображение физиономии которая становится такой 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 она становится у них лица это надо видеть ошарашены как будто они первое в жизни ели что-то вкусное понимаете я просто честно я вот смотрю я вот понимаю вот мне тоже не верится я бы хотел попробовать приедете за саженцами это единственный вариант я всем говорю не только вам потому что устал я от гостей устал нет усилий сотни принял у меня квартира была как это как гостиница причем они естественно ни копейки не брал он же где-то там недалеко от вас кто кто кому приехать за саженцами сергей железов это мой сын у нас сад один общий сейчас я показываю на экране кусочек сада вот это что уже вот когда я показал перед этим там было густо густо росло выкапываются осенью вот они еще с листами сильнейшая обрезка чего не делают никто во всей россии и посадка в конце сентября начали октября и весной они уже прививаются вот эти без горшков могу найти с горшками это как часть учебы вот они а это тоже без горшков сейчас да да я всегда ругаю тех кто меня как бы называют учеником за эти слова в горшок посадить только если вы хотите но нету земли вот было в эстонии я как вспомню человек у меня накупила насадил этих абрикосов и они у него два года в горшках простояли но нету земли человек плачет и в горшках держит а так пришла пора на постоянное место это слово все я понял вот а если на продажу то есть часть можете в горшки вот я вам сейчас покажу в горшках немножко покажу вот и вот сразу пока вы показываете параллельно еще вот какой у меня вопрос мучил а вот я допустим посадил скажем растет сейчас там я не знаю что я раньше ничего не полно носила вот там черешня но там черевишня там черешня абрикосов который груша вот у меня сама глава тоже две груши растет я не знаю какие будут плоды я не знаю что из них появится но у них уже ствол уже сантиметра 4 я вот смотрю все что прививаете у вас там ствол где-то в диаметре там два сантиметра там два с половиной вы его ножом расщепили ставили туда привой черенки а вот если ствол скажем 3 или 4 сантиметра уже и уже начали плоды они вкусные тоже под самый корень и прям тут есть варианты но я знаю что предлагаю прошло 30 минут это перебор давайте так я останавливаю именно это будет фильм за номером раз и теперь и мы снимем фильм за номером 2 потому что я могу еще летали до утра у меня были случаи по 5 часов снимали непрерывно давайте попробуем так я сейчас устанавливаю съемку часть проблем решены хотя бы на словах так и я включу тут же и мы дальше поедем идет вы его за насчете с этого вопроса про толстые эти почему потому что я тут же возьму и включу другую эту папку с этими на которой называется прививка идет все выключаю то что имеем это было все я слышно это было точно не надо могу Ich sort